Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести и через интернет. Автор сотен видео в интернете. Как правильно питаться, как правильно пить воду, как правильно дышать, как правильно двигаться, как правильно вести тот самый здоровый образ жизни, о котором многие слышали. Но ограниченные движениями типа не пить и не курить этого вполне достаточно и ваш образ жизни здоров. Если вы нашли это видео, я понимаю, что вы хотите правильно двигаться и увеличивать свой уровень здоровья. но это реально произойдет только в том случае, если ваш организм к этому готов принять решение. И правильные получить результаты. Это абсолютно разные вещи. Если вы не подготовившись будете просто заниматься в тренажерном зале. Вы вместо увеличения мышечной массы можете ее терять. А заодно может появиться облысение, угревая сыпь на лице. Если вы неправильно занимаетесь спортом, выбрали не те упражнения, которые вам нужны. У вас может появиться хруст суставов. А может быть даже и боль суставов. И это тоже говорит о том, что ваш организм был не совсем готов к тем нагрузкам, которые вы ему предложили. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете почему может появиться боль в мышцах и что делать, чтобы она у вас не проявлялась. Аналогично вы узнаете почему, о чем говорит вам хруст в суставах, либо боль в суставах. Это очень правильные индикаторы, показывающие, что вы не все учли при занятиях спортом. Поэтому, чтобы вы двигались в окружающей среде более активно, но безопасно используя для вашего здоровья, смотрите это видео дальше. Почему же болят мышцы после тренировок? Просто в них развился воспалительный процесс под названием миозит или крепатура. И при поверхностном взгляде виноват ваш тренер. Который дал вам слишком много анаэробных нагрузок, в результате которых вашим мышцам не хватает кислорода для окисления всей глюкозы до угольной кислоты. И глюкоза остановилась на этапе молочная кислота. Вот накопление молочной кислоты в мышцах и вызывает миозит. Но! Это только при поверхностном взгляде. Потому, как если реально оценить ваш образ жизни и уровень вашего здоровья, то, как правило, ваши почки не самым лучшим способом очищали кровь. Возможно, у вас есть солевой диатез. Возможно, периодически обостряются цистит, уритрит, у мужчин простатит. Возможно, есть выпадение волос. Это разные заболевания, разные состояния, которые показывают, что не самая чистая кровь находится в вашем организме. И в данном случае больше крови попадает к мышцам. Не важно, актин или миозин страдают. Это два белка неотъемлемых, которые перемещаясь друг относительно друга и дают сокращение мышцы. В данном случае токсины попадают к ним. И они становятся объектом для вашей иммунной системы. И у вас либо развивается атрофия мышц. И чем больше вы работаете, тем больше мышц вы теряете. И больше продуктов белкового распада оказывается в крови. И ваши ослабленные почки получают еще дополнительную нагрузку. Понимаете, в какую сторону вы идете? Поэтому прежде чем начинать более активно заниматься спортом, вы должны провести ревизию своего образа жизни. И сделать его более здоровым. В этом случае более активное движение будет приносить пользу для вашего здоровья. А не уносить его. А вот о чем говорят хруст в суставах. Либо боль в суставах. Вы узнаете прямо сейчас. Если боль в мышцах, не важно рук, ног. Через воспалительный процесс миозит показывает слабость ваших почек. По очищению крови. И безвозвратную утрату части мышечных волокон. И вам все сложнее и сложнее будет как накачивать мышцы. Так и поддерживать их в том объеме, который вам нужен. То хруст в суставах показывает несколько иную проблему. А именно нарушенную работу вашей печени. На метаболическом уровне поддерживать мышечно-связочный аппарат сустава. Который обеспечивает плотное прилегание суставных поверхностей. И фактически возможность движения. Но это серьезная проблема. Но не единственная. Конечно неправильными нагрузками. А именно обилием толчковых, прыжковых движений. Можно разбить любые суставы. Но это неправильными нагрузками. Это же еще такого тренера нужно найти. Чтобы эти суставы разбить. То более важное значение. Имеет способность печени образовывать синвиальную жидкость. Которой всего 2 столовых ложки. Более чем двух сотнях суставов. Но она обеспечивает не просто смазку. Она обеспечивает возможность совершения движений без разлипания. При котором появляется хруст. Проведите простой эксперимент. Возьмите на стол. Положите стекло. И дайте его поднять ребенку. Ребенок поднимет. А возьмите между стеклом и поверхностью стола. Небольшое количество воды налейте. И дайте его поднять взрослому мужику. Он со столом будет поднимать это стекло. Он не оторвет. Основная работа печени связана именно с этим. И это нужно также знать и правильно использовать. Чтобы хруст в суставах не появлялся. Потому как он показывает. Что у вас идет в суставах дистрофический процесс. И вы идете по разным стадиям артроза. Это легко и просто проверить. И вот что делать в этом случае. Когда уже вы на грани. Когда появляется боль в суставах. Вы узнаете прямо сейчас. Если какое-то время у вас был хруст в суставах. А теперь появилась еще и боль в суставах. Скорее всего в них идет дистрофический процесс под названием артроз. А со стороны позвоночника еще и остеохондроз. И вам уж давно нужно было наладить правильное питание для своих суставов. Вам нужна диета для суставов. Которую вы можете составить самостоятельно. Найдите на этом моем канале видео. Почему болят суставы ноги и рук. И вы сможете ориентируясь на те известные вам заболевания. Которые у вас есть. Составить для себя индивидуальную диету. Если же у вас периодически без видимой на то причины нагрузки вы даете. Периодически у вас появляется миозит. Это говорит о том, что в крови достаточно много продуктов жизнедеятельности. Которые тропные. Которым чувствительны не только мышцы. Но и ткани суставов. И возможно у вас в суставах развивается артрит. Если все три компонента скорее артроза и артрит. То есть есть и воспалительный процесс. Есть и дистрофический процесс. И вам нужно вносить какие-то коррективы в свой образ жизни. В интернете можете найти. Наберите в поисковике школа доктора Скачко. И найдете мой другой канал. Где я последовательно. От самого простого. Доступного ребенку. С постепенным усложнением даю те элементы здорового образа жизни. Возможно о которых вы не знали. Возможно вы не знали как правильно дышать при физических нагрузках. Школа доктора Скачко. Первый сезон. Это обучение людей как правильно дышать. В разных ситуациях. В состоянии покоя. В состоянии небольшой физической нагрузки. В состоянии более интенсивной физической нагрузки. Это нужно правильно делать. Если вам не хватает кислорода. Глюкоза не может превратиться в угольную кислоту. И попав в кровь. Изменять PH крови. Она остается в мышцах в виде молочной кислоты. И вы через миозит. Интенсивно работая. Теряете свои мышцы. И вопрос как качать мышцу. И как накачать мышцу. Они разные. Качать вам может подсказать ваш фитнес тренер. А вот как накачать мышцу. Вам нужен диетолог. Который подскажет вам. Как правильно составить свой рацион. В зависимости от графика тренировок. От вашего образа жизни. Диету, под суставы, под мышцы подобрать можно. В зависимости от заболеваний. Но важно еще правильно разложить. Эти продукты питания. На протяжении дня. Потому как попадание продукта в рот. И расщепление его в пищеварительной системе. И когда он окажется в мышце. Работающей. Либо восстанавливающейся. Это процесс. Это время. И этот процесс нужно учитывать. И правильно использовать. Вот на этой позитивной ноте. Я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. Если это видео принесло вам пользу. Не забудьте поставить на него лайк. Если вы получили какую-то информацию. О которой вы понимали, что оно есть. Но знать и делать это разные глаголы. Нужно правильно делать. Потому что от этого зависит ваше здоровье. И ваше активное долголетие. Либо тот образ жизни, который вы ведете. С теми результатами, которые вы получаете. До новых встреч на моих каналах. Не забудьте поставить лайк. И отправить ссылочку своим друзьям. Которые возможно тоже хотят вести более насыщенный образ жизни. Но и сдерживают какие-то заболевания внутренних органов. До новых встреч на моих каналах. До новых встреч на моих каналах.